В гостях у нас сегодня человек науки, тот, кто посвятил и продолжает посвящать образованию свою жизнь. Профессор, доктор физико-математических наук. Ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с 2005 по 2012 год. Награжден медалью Франциска Скорины, орденом святителя Кирилла Туровского второй степени и многими-многими другими наградами. В студии Евгений Алексеевич Ровба. Всем доброе утро. В гостях у нас сегодня Евгений Алексеевич Ровба, профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Здравствуйте. Доброе вам утро. Доброе утро. Поздравляем вас с прошедшим днём рождения, с юбилеем. Знаем, что 1 апреля вам исполнилось. Напомните, сколько? Много. Много. У человека науки нет возраста. Поступи деликатно. 70 лет, 70 лет. С высоты и опыта прожитых лет. Спасибо большое. Да, поздравляем вас. Скажите, самый важный период в вашей жизни – это какой? Знаете, когда идёшь по жизни, то все периоды важные. Так, а я практически прошёл все ступеньки вузовского преподавателя и управленца. Был и заведующим, и есть заведующим кафедрой, и деканом факультета, и проректором достаточно долго. Но, безусловно, вершиной является эта должность ректора, статус ректора университета. И статус ректора, наверное, такой один из важнейших периодов, да? Безусловно. И самый ответственный. И самый ответственный – это на этом отрезке ты на вершине, и это требует полного, полной отдачи. Это требует такого ежедневного, в чём-то ежечасного, так сказать, внимания. Так, ты должен оставить любые свои дела, если этого требует ситуация. И в любой день, и в любое время. Мне всегда было интересно, каково это быть руководителем такой огромной машины университета? Вы можете рассказать один обычный день, допустим, из вашей жизни? Что у вас было? Как проходил день ректора. Да, во сколько вы просыпались, да, во сколько вы ехали исполнять работу? Я думаю, это в любом случае самого-самого раннего. Чуть ли в некоторые моменты надо было открывать двери, но иначе люди же не зайдут. Это, так сказать, было по-разному. Порой нужно было и подняться пораньше, поехать на работу. Порой, ну, а вот что касается конца дня, то он не прогнозирует. Плавно перетекает в следующий день. Да, плавно перетекает в следующий день, и важно вот в какой-то отрезок времени все-таки отвлечься, отдохнуть, чтобы достаточно свежим и бодрым выглядеть на следующий день. Ну, вот так я бы сказал. Ваша многолетняя работа в университете позволяет задать вам такой вопрос. Наука, это вот навсегда, то есть если уже начал заниматься научной деятельностью, это, скажем так, затянет? Безусловно. Безусловно. Тот, кто работает в высшем учебном заведении, в университете, он должен, и должен, и думаю, просто по душе. Он занимается научной и сельской работой всегда. То ли сидит за письменным столом, то ли едет в троллейбусе, а какая-то модель той задачи, над которой он думает, в голове вертится. Впрочем, вот такая модель всегда вертится, когда ты в должности ректора. И хочу сказать, что когда я был вот в этом статусе, то наукой мне пришлось намного меньше заниматься. Это просто, так скажем, эпизодически. Потому что весь поглощен именно этой работой. Ну, это тоже своего рода исследовательская поисковая работа, которой вот предан. Ну, а если ты просто преподаватель, профессор, доцент, то, естественно, я думаю, ты поглощен вот этой работой постоянно. А расскажите, вы проделали такой огромный путь, вот начиная с преподавателя и заканчивая ректором. Расскажите, может быть, пару советов молодым преподавателям, что лучше сделать в начале своего творческого и вот такого поиска? Что может быть лучше воздержаться от чего-то? Я думаю, что это все очень индивидуально. Очень индивидуально и вот как-то советы давать трудно, по крайней мере, чего не делать. Вот что делать, это да, это работать над собою и постоянно быть недовольным собою. Так, ну, радоваться каким-то успехам, но на этот успех надо сильно-сильно работать. И, конечно, преподавателям высшей школы может только тогда, когда занимаешься наукой, когда занимаешься самообразованием. Это обязательно. И, конечно, должен быть в курсе дел, в обществе, в университете. Но хороший такой и уровень культуры, простите. В общем, образование через всю жизнь. Безусловно. Это для каждого человека важно. Ну, а если ты преподаватель высшей школы, то особенно. Вот мы говорим о преподавателях. Давайте еще немножко поговорим о студентах. Вы, как человек с огромным опытом образования, можете сразу распознать, разглядеть студента, который... Вот она, будущая звезда наук. Будущий доктор или кандидат наук. Но иногда, иногда это действительно сразу бросается. Есть такие случаи, таких случаев немного. Но мы... Я работаю на факультете математики и информатики. И у нас несколько звезд таких и в последнее время появилось. Возможно, так сказать, слышали и телезрители, и вы. Евгений Невкин. Конечно. Очень, так сказать, известный в мире, в мире программист, айтишник. Ну, это даже не те слова, это что-то другое, так. Так вот было видно, что это человек такой вот сразу, что это звезда, будущее. Но, знаете, но часто люди ищут себя, и в течение лет обучения, они растут, сильно растут. Вот мы, преподаватели высшей школы, очень приятно наблюдать, какими пришли выпускники на первый курс, и какими они уходят с выпускного курса. Это разные люди. И вот этот период для разных студентов по-разному протекает. И есть, которые набирают очень, очень большую силу. Я хочу сказать, что и по себе я знаю, как я поступил после нашей мотивической средней школы, которая в Лидском районе. Какими я был на первом курсе, и, ну, и как я уже выпускался. Это разные люди. И был выпускником Белгосуниверситета. А вы когда поступали, вы сразу хотели преподавать? Либо это уже пришло во время? Нет, безусловно, так я, так сказать, ни такой задачи не ставил. Была задача учиться. Получить образование? Да. В те времена все выпускники механико-математического факультета Белгосуниверситета, а их было около 300, все были распределены как айтишники. Это время было, когда вот такого бума айтишного. Вот из нас тогда никто в школу не был направлен. Но я остался в университете, в аспирантуре и так далее. А стоит ли иметь сразу несколько образований? Вот, например, появилось желание работать в сфере экономики. Идем и сразу получаем образование. При этом, допустим, человек уже имеет филологическое образование. Нужно ли это? Уверен, что нужно. Но другое дело... Нужно. Конечно же, нужно. Если ты хочешь заниматься экономикой, то и должен знать ее теорию, правда? Так, теоретически знать. И тогда ты будешь другим на практике. Другое дело, что сегодня достаточно форм, чтобы делать это достаточно быстро. Если ты имеешь высшее образование, то следующее ты уже можешь получить за два года. И это не... Не самое главное, выжимку. Да, знаете, мне кажется, учиться... Вот я наблюдаю таких студентов. Учиться интересно. Когда человек погрузится в обучение, это соответствующая среда, он живет этим. И жизнь ему становится более интересной. Уверен. Тут еще наверняка зависит от преподавателя, который вовлекает вас в процесс. Конечно, конечно. Но тут я уверен, что в целом коллектив преподавателей сумеет это сделать. Ну и последний вопрос про студента. Идеальный студент какой он? Ответственный, умный, находчивый? Или какие-то другие прилагательные в этом отношении? Какой? Знаете, идеальный студент, опять-таки, может быть разным. Вот я не думаю, что можно создать клише идеального студента. Он может быть идеальным и в чем-то не очень ответственным. Ну, конечно, он должен быть творческим. Ну, а вообще я хочу сказать, подчеркну еще раз, что это личность, это индивидуальность. И вот только тогда, если такое есть, то тогда он будет и звездой, и будет идеальным студентом, а в будущем замечательный специалист. Ну, мы желаем вам оставаться такой личностью, авторитетной, известной, интересной, разговорчивой, умной. Еще раз поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Евгений Алексеевич Ровба, преподаватель Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, профессор, доктор физико-математических наук. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»